Санитарочка помогла мне донести мои баулы, пакеты. Когда я все это тягала, одна в роддом было, это очень тяжело делать. Привели меня на пост на втором этаже, там было отделение патологии. Предродовая, так скажем, там лежали на сохранении, 9, я помню 9, то есть это там, по-моему, в этом роддоме, это на третьем триместре, по-моему, лежат, наверное. На третьем триместре, возможно, уже 8-9 месяц, то есть там не лежали с маленькими животиками. Это, видимо, лежат где-то в другом роддоме или в другом гинекологии где-то, но не в этом роддоме, таких девочек я не видела, женщин. Вот, что важно, значит, поставили вещи, я там на стуле поставила, меня спрашивают, да, по стуле девушек спрашивают, неприятно, не нравилось, не улыбнется, терпеть не могу, хочется, вырезать прям, похарить, честное слово, что с работницей, что продавщица в магазинах, хоть стой, хоть падает, возомнили, что о себе, непонятно. Я сама очень много где работала продавцом, поэтому надо, мне, если бы я так, опять от тему отхожу, блин, я отстала, если бы я так себя вела, мне мужу сразу уволили, естественно, и т.д. и т.п. И мне спрашивают, значит, на посту это девушка, платная палата или бесплатная? Я сказала, бесплатная. У меня сначала на другую какую-то она собралась сложить, потом она кричит там, я еще никого не знаю, я там стою растерянная, потому что там первый раз люди ходят, там, в белых, там, голубых, врачик, не врачик, то есть, кто, непонятно, много людей, много людей женского пола, то есть, лежит, да, все ходят в какие-то ночнушках, мне такая, она кричит, там, Николай Николаевич зовут врача, мужчина, возьмите девочку, а у него в палате было одно свободное место. Ну, конечно, говорит, возьму, чего не взять-то, блин, и получается, что меня передают мужику, то есть, врачу, блин, тут я, конечно, была не очень рада, если честно, я хотела женщину. Все, пошла в палата, палата довольно-то быстрая, вот, первая была, там, какая-то номер 4, помню, был, в палате было 8 или 9 человек, там, значит, туалеты и душ, естественно, не очень хорошо, это вот, заходишь в туалет, не развернуться, ничего, сразу в квартире стоит, то есть, неудобно очень, такая же душа, такой же и душ, открываешь дверь и сразу, вот, в душ залазишь, то есть, 8-9 человек в палате, я просто, чтобы не соврать, не помню точно. А почему так все пиндюрочное, маленькое, непонятно. Вот, познакомилась там с девочками, пообщалась, а у меня же болело ухо, от этих дней, естественно, у меня была температура 37,3 или 37,4 максимальная. Я такая уже пришла, переживаю, думаю, блин, мне это будет мешать рожать, вот это, ухо побаливает, голова болит, думаю, а если кесарева будет, то как, я слышала, что он не кесарец, температура там. Он меня вызвал, познакомился со мной, там, чуть ли я не анкету заполнила, рассказала ему про всю свою беременность, про всякие воспаления были, не были, там, да, там, то есть, до беременности по-женски. Какими болезнями болела, не болела, то есть, мы познакомились, потом он меня поставил на кресле, расковырял так, так больно было, это кошмар, в жизни никогда никого, конечно, не было. Это вам нести, кесарево заниматься, мне так больно не было никогда, то есть, он не расковырял, получается, шею к матке, пошла кровь, стала холодить кровь, ну, капать прям так, пришлось одевать уже сразу прокладку, это вот уже в первый день, то есть, ну, пробка надо отходить стала постепенно, вот, и он мне дал таблетку, Манипра, Манипра, как он, вот это, ИСИ, неизвестная таблетка, которая до третьего месяца, до 12 недели используется как, чтобы сделать выкидыш, а она вот в последних сроках, он тоже, ну, получается, вызывает схватки роды, но, как они говорят в роддоме, они говорят, что, ты что, не путайте, это мы не вызываем схватки, мы просто смягчаем шею к матке, вот так, да, они говорили, Манипра, Фестен, Манипра, Фестен, как он, вот эта вот таблетка, в общем, она действует 72 часа, то есть, трое суток, А я же, этот, а я же там не боюсь всякие аллергии, у меня не было никогда аллергии на лёд появилось, не было аллергии на уксус появилось, лидокаин, вокаин, это всё я боюсь, господи, боюсь всё эти анестезии, наркозы, после того, как у меня был анафилактический шок, да, превосотомия в носу, когда мне делали операцию, под местной анестезией, я же к нему подхожу, с этой таблеткой, говорю, так и так, там, я в интернете уже залезла, прочитала, что там бронхиальная астма, короче, какие побочки может быть, конечно, там много, он мне говорит, у тебя что, бронхиальная астма, я говорю, ну, как бы, скорее всего, как бы, есть, ну, потом раз подошла, он говорит, пей, короче, я не выпила, а потом, то, что мне говорили, не пей их, короче, и лежать в больнице не хотелось долго, а мне говорили некоторые, ну, не пей ты их, потом через 2-3 дня, там, типа, ставят либо гель, либо вот эти ламинарии, то есть, как бы, морские водоросли, типа того, да, там, то есть, которые очень болючие, там, уже орать сразу начинаешь, я хотела гель, от них тоже, от геля тоже, как бы, естественно, все больно, там, ну, просто гель приятный, что это будет гель, чем они будут ламина рисовать, прям шейку матки, вот, я попросила гель у него, он сказал, нет, гель еще нет, пока будем, вот, размещать таблеткой, все-таки таблетка не то, что для размягчения, а для вызывания родов, девочки, запомните это, знаете, вы смотрели, там, Рабина Худина, или как она там с Краснодара, вот, рядом со мной живет, я из Саврополя, то есть, мы играем сейчас рядом, как соседи, и многие другие девчонки, если вы смотрели эти видео про роды, там всем давались многим таблетки, это вот те же самые таблетки, это то, что я говорила перед родами, то, чего я, вот, чувствую, что я просто тоже, ну, что, плечом мы там скрываем, дают таблетки, это называется вызывание родов, все. Если мы знаем, чем это обычно заканчивается, потому что это неестественный род, ребенок не готов, женский организм не был готов, ничего не было готово, это насильно, тем более, вообще, насильно делают выкидыш, вообще, гормональный баланс, фон женский, он ничего не было подготовлено, да, то есть, сам организм, окситоцин, который ребенок выделяет матери, а потом матери, ничего это не было произведено, то есть, насильно, искусственно прерывая, перебывая, беременность, и этот гормональный фон женщин, он, конечно, нарушается, потом оттуда женщина выходит. И так обычно беременная женщина, когда родила она, такая, вся, дерганая, а после таких вот всяких манипуляций еще больше женщины плачет, орет, нервная на мужчину мужа, может ребенка ненавидеть и так далее, психология. Потом я к нему опять похожу, пока я с четками болтала, с девчонками в палате, кто там с чем лежит, это уже было где-то час, два, три, не знаю, три, да, потому что в четыре они уже уходят, врачи, в четыре вечера в 16 с работы, я к нему опять подхожу, говорю, Николай Николаевич, у меня такая-такая температура, а он мне, короче, идет, а там в ординаторской, да, так назовем, сидели разные врачи, то есть, там мне говорят, о, там сейчас терапевт принимает идти, поговорил с ней, он мне отправил терапевту, она мне посмотрела и говорит, у тебя там же, а я ей сдуру сказала, что у меня хронический паренгит, хронический ренит, еще, говорю, у меня ухо болит, и все, и просто температура, как бы, она меня, короче, закрыла в бокс, это со второго этажа, она меня перевела на первый этаж, в бокс, где не открывается ни оба ничего, естественно, в первый этаж, там нет решеток, и отопление бомбовское, и я вставлю сейчас видео, я сняла, дышать просто нечем, дышать нечем, и я там была одна на этаже, просто пипец, если мне можно было мужа позвать туда, извините, и с мужем там спать, потому что я чуть с ума не сошла, от скуки, ужас просто, с чем меня туда положили, непонятно с чем, это вот язык мой, враг мой, в итоге там потом на этаже беременные ходят, чихают, с соплями, кашляют, они болеют, просто у них урви вирус, там, я не знаю, грипп, ну вот, а я легла с чем, непонятно с чем, короче, вот такую глупость я совершила, когда, вот, вот так вот поступил со мной этот врач, все, и больше я его не видел, все, я его видела, здоровалась с ним, а так у меня горло, ну, как, больное, шею, мне нужно часто, постоянно, я пью чай, там, так получилось, что мне нужно было, я на второй этаж ходила, с кружкой своей наливала, там, с общего чайника, горячий кипяток, потом опять по лифту спускалась, как идиотка, короче, ну, был большой плюс, потому что никто не храпит, никто не болтает, и ты одна в этой палате находишься, ну, там было очень дышать нечем, но очень было жарко. Не получилось у меня поесть ужин, муж привез мне сосиски в тесте, вот, чай с лимоном, сахар, так вкусно не дома, а то, что в роддоме, и так вкусно все сразу. Это бокс, здесь держат, ну, якобы больных рожениц. Ну, дело в том, что я не больная, но у меня поднялась температура. То есть у меня что-то здесь такое, я где-то не закрываю, потому что очень жарко. Ну, кого? Там туалет. Где меня вообще? Здесь лежат. Игорь. Здесь. Игорь. Здесь. 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 заходим здесь у нас не знаю еще не было сюда проверить все ли работает свет на первом этаже и вот у нас снег сегодня 13 декабря лежала сначала там на втором этаже мне перевели сюда из-за что мне температура поднялась в общем короче я себе не сказала что мне температуру никто бы меня конечно не перевел скучно скажем так скучно но зато как бы типа индивидуальная палата получилась все пойду помоюсь жарко отопление видите нет ручки на ручке нет кстати я с пузом и окно не открывается непроветрышки очень жарко здесь дышать мне дали таблетку стимулирующую я ее не пью боюсь пить не знаю пока не хочу думаю может завтра как-то по-другому простимулирует гель например сегодня смотрели очень больно было он расковырял шейку ковырять стал у меня мужчина врач Николай Николаевич что так вот не знаю не буду пить таблетку не хочу пусть гель ставит вот раковина раздражает чпок 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 не придут врач поменялся с того что вижу такой палате такой вот вид из окна нормальные люди лежат снег никогда не думал чтобы в такую погоду рожать